всем привет сегодня мы будем делать обзор на вот такую фаберлик расческа выпрямитель стоит она в районе трех с чем-то там тысяч по каталогу и в районе 2 700 по моему по этому по прайсу в для тех кто зарегистрирован и так я уже ее вскрыла помимо самой расчески которая вот она у меня я уже ей попользовалась уже в принципе могу вам рассказать свои впечатления и также показать как я это делала тут в коробке также имеется инструкция по применению вот здесь такая маленькая книжечка и здесь есть какие кнопки что тут есть всего лишь три кнопки также инструкция на русском языке как пользоваться данной расческой и на еще нескольких языках это на таком не знаю какой-то наверно казахском на еще на каком-то на английском и все такая инструкция и все больше тут принципе ничего нет тут есть вот мешочек в каком она была вот сама такая же такая расческа сзади у нее такие кнопки это регулятор температуры здесь кнопку вкл выкл здесь показывается температура на какой она сейчас нагрета да да по моему 180 что ли она там греется вот здесь можно посмотреть если какой тип волос у вас на такой температуре вы а можно даже до 230 видите я просто больше 180 градусов не делала вообще я себе выпрямляла на 165 градусов достаточно быстро легко но это вы увидите в дальнейшем как я это делала это принципе как вот показано на четвертом пункте вот так все это распределяешь по пряде и с обратной стороны расчесываешь конечно перед тем как пользоваться данной расческой нужно хорошо волосы свои расчесать и выпрямлять я думаю что нужно не те не мокрые волосы а уже сухие потому что это тоже а важно конечно можно их сбрызнуть спреем термозащиты вот ну я вот тоже не не сделала этого перед тем как применять данное среда данный прибор вот ну наверное потом буду делать правильно сначала мы будем уже на сухие волосы распределять эту термозащиту такой вуалью и потом уже применять вот такую вот данную расческу сама она вот она сделана как бы даже не знаю тут уже мои волосы остались вот такого плана поближе если посмотреть так приятно ей пользоваться и что мне понравилось что она не максимально жжет волосы то есть и достаточно быстро и нету такого знаете сильного соприкосновения как утюжок то есть вы утюжком прямо сильно сжимаете да и волосы получаются как в таком в таких щипцах а здесь они все равно как-то между вот этими попадают между вот этими зубчиками да и вроде бы как и выпрямляются но в то же время нет такого длительного и плотного контакта я конечно не знаю может быть они такая термоза такая расческа тоже них не очень хорошо сказывается на потом на волосах но я думаю намного лучше чем тот же самый утюжок который очень сжигает волосы и пользоваться можно до такой расческой предположим не на регулярной основе а там например если например есть какие-то заломы там после хвоста и можно например там ее и эту прическу как-то обновить например волосы еще не совсем грязные да там три на 12 дня и потом залома остались когда там вы собирали эти волосы там хвост пучок и также можно выпрямить то есть это не такая акция получается как в регулярная а некоторые я там единоразовая вот принципе тогда я думаю волосы не будут терять своей такой структуры что они не будут сильно обжигаться и тому подобное так вот вам хочу продемонстрировать как же это работает о сейчас мы видим что он выключен нажимаем чуть-чуть подержать надо вот эту кнопочку сейчас мы видим что он включается идет нагрев вот 46 49 50 этот нагрев это градуса здесь можно регулировать как было заранее заявлено в инструкции сколько там у меня с собой инструкции нет у меня сохранилась только коробка вот и здесь у меня написано диапазон температуры от 80 до 230 сейчас вот она нагревается до конца у меня волосы тонкие мне не надо сильно разогревать расческу и сейчас я покажу как пользоваться вот так вот челку я тоже сделаю принципе я ее подкручиваю всегда другим прибором ну расческа выпрямитель она работает вот так берете прядь снизу и вот так делается до 35 уже градусов вообще можно разделять расческой так сейчас вот я делаю на 145 так вот беру снизу и провожу могу сверху провести можно разделять как я уже сказала можно так хаотично но хаотично так вероятность того что вы вероятность того что где-то останутся не пройдете вы эти пряди больше это одна сторона получается сразу видно разница эль зад зад все той же самой схемой я делаю обязательно на высушенные волосы это все мы проделываем на влажные не надо и предварительно термозащиту конечно же мы и все это легко быстро просто и как видите не очень-то воздействие такой прям сильной температуры потому что у нас нету такого сопряжения как утюжки вот но это тоже как бы не каждый день до какие-либо праздники там укладку делать и у кого хорошо если вьются волосы кудрявые волосы тому вообще шикарно тому и побольше градус можно использовать вот и того вот так мы быстро сделали прямыми волосы уложенными красиво не пушатся они получается вот так красиво все я выключаю ов с челочку пройдусь так просто живых сейчас покажу что у меня сзади получилось так перед вот он зад надеюсь там все ровненько всем спасибо за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал с вами была идея молодой хозяйка всем пока до скорых встреч всем пока до скорых встреч